СПА ФРАНКОРШАН В первую половину гонки 15 позиций. Александр шел к финишу шестым, однако на последнем круге столкнулся с машиной, которую развернуло перед ним. От удара автомобиль Смоллера дважды перевернулся, и гонку остановили красным флагом, классифицировав участников по предпоследнему кругу. Сам Александр не пострадал и даже сохранил шестую позицию. В общем зачете Смоллер накопил 126 баллов и занимает четвертое место. Сразу после этапа Формулы Рено на автодроме СПА началась суточная гонка, участие в которой приняла и команда СМП Рейсинг в составе Михаила Алешина, испанца Мигеля Малины и итальянца Дэвиде Ригона. Экипаж на Феррари 488 GT3 стартовал третьим и постепенно вышел на первое место. По прошествии первых 6 и 12 часов за лидирование экипажу начислили 24 балла. Утром воскресенья начался ливень и гонку прервали красным флагом. Вскоре после рестарта один из круговых в повороте вытолкнул Михаила Алешина на поребрик. Ремонт подвески занял 20 минут. Лидер уехал на 6 кругов и команда решила сойти с дистанции, чтобы поберечь двигатель для финальной гонки сезона. По итогам марафона экипаж СМП Рейсинг набрал 73 очка и сохраняет лидерство. Наружные подушки безопасности известны давно. Впервые эту технологию серийно применил Volvo V40 в 2012 году. Затем подушки появились на кроссовере Land Rover Discovery Sport и на Subaru Impreza. Но до сих пор наружные подушки выстреливали, чтобы защитить пешеходов. Однако немецкая компания ZF предлагает пересмотреть концепцию и тестирует подушки, которые смягчают столкновение для самого автомобиля и людей, сидящих в нем. Спрятанные под порогом подушки сделаны из прочного материала и выстреливаются мощными пиропатронами. Изюминка системы — это чувствительные датчики, способные не только отличить мчащийся в бок автомобиль от пассажира, открывающего дверь, но даже исключить ложное срабатывание. ZF твердо намерена довести идею до серийного производства уже в течение трех лет. Создатели уверены, что подушки снизят деформацию кузова на треть, а риск травмы пассажиров упадет почти наполовину. Пикап Chevrolet Silverado в нынешнем четвертом поколении выпускается полтора года и оснащается четырьмя бензиновыми моторами. Не хватало дизеля, но осенью появится и он. Трехлитровая рядная шестерка Bureau Max сочетается с девятиступенчатым автоматом. У нового дизеля алюминиевый блок цилиндров, два распредвала, четыре клапана на цилиндр и активная система терморегуляции, улучшающая прогрев и охлаждение в нужных частях двигателя. На американский рынок машина выйдет осенью. Флагманский седан Audi дебютировал два года назад, но премьеру серийной версии активной подвески пришлось отложить до настоящего момента. Audi называет систему «предиктивной», то есть «предсказывающей». Фронтальная камера сканирует дорогу 18 раз в секунду, а установленные на каждом из четырех колес электромотора борются с кренами и продольной раскачкой. За 0,5 секунды они могут поднять клиренс до 85 мм относительно базового уровня. Такая система доступна и России за доплату 382 тысячи рублей. В Подмосковье 353 камеры заработали по направлению движения потока, чтобы в поле зрения оказались и мотоциклисты. Как сообщает областной Минтранс, установлено 200 новых камер и развернуто 150 существующих. Фиксируют они не только превышение скорости, но и проезд на красный свет, движение по обочине и встречной полосе. Камеры установлены на федеральных трассах М1, М4, М5, М7, М9, а также на Пятницком, Волоколамском, Щелковском и Носовихинском шоссе. Друзья, абсолютно случайно, зайдя сегодня с микрофоном в торговый центр «Ривьера», я наткнулась на гоночный болид «СМП Рейсинг» БР-01, который в центральном атриуме сегодня стоит и развлекает гостей. Давайте узнаем, что же все-таки сегодня происходит. А происходит гранд-финал турнира по виртуальному автоспорту «Автоплюс Челлендж». После месяца квалификационных отборов определились 9 участников гранд-финала, которые на виртуальной трассе «Индианополис Мотор Спидвей» боролись в двух классах – кузовном и формульном – за призовой фонд в 150 тысяч рублей. На самом деле симулятор – это не так уж и просто. Оказывается, здесь трясет, укачивает не хуже, чем в обычной машине. Понятия не имею, как пилоты, настоящие пилоты это делают. Только от симулятора меня уже укачало. А профессионалы посетили турнир, чтобы ответить на вопросы гостей и дать мастер-класс на симуляторе. Виталий, как часто вы едете на симуляторах? Раньше очень часто ездил. Я раньше учил трассы, на которых еще никогда не ездил, прежде чем поехать выступать в формуле 1. Почему стали реже? Ну, потому что я их все знаю теперь. Турнир получил статус первого этапа чемпионата Москвы по техническим автосимуляторам. Абсолютным чемпионом и победителем двух гонок стал москвич Александр Галахов. На втором и третьем местах в разных классах оказались Кирилл Антонов, Егор Огородников и Антон Марьянский. Среднеразмерный паркетник Cadillac XT5 дебютировал еще осенью 2015 года. Самое время освежиться. Комплектации приведены к обычным для современных Кадиаков уровням. Premium, Premium Luxury и Sport. Отличаются они декором и оснащением. Например, решетка радиатора у первых двух версий мелкоячеистая, а у Sport оформлена в виде сетки. В салоне появился медиацентр Киу с 8-дюймовым экраном и шайбой контроллера. До сих пор атмосферный V6 был единственным двигателем. Но после модернизации компанию шестерки составил двухлитровый турбомотор. На смену восьмиступенчатому автомату пришел девятиступенчатый. На рынок США рестайлинговый Cadillac XT5 выйдет в конце лета. Появится он и у нас, хотя сроки и набор двигателей не объявлены. Приподнятый хэтчбэк на основе Audi A1 нынешнего поколения назвали не Allroad, что было бы логично, а City Carver. От обычного A1 кроссоверная версия заметно отличается дизайном. Клиренс увеличен примерно на 40 мм. Точного значения не называют, но говорят, что на 35 мм приподняли подвеску. А остальное добавляют шины. Интерьер повторяет геометрию стандартного спортбэка. А отделка основана на версии S-Line. Полностью цифровая приборная панель включена в базовую комплектацию. А в старших версиях мультимедийный интерфейс MMI с 10-дюймовым тачскрином и голосовым управлением. И аудиосистема Bang & Olufsen мощностью 560 Вт. Конкретные двигатели не названы, но предположим обычные для A1 бензиновые турбомоторы. Литровый трёхцилиндровый и полуторалитровый четырёхцилиндровый. Коробки передач, механика или семиступенчатый робот. О полном приводе ни слова не говорят. Вероятно, именно этим объясняется название City Carver. Ауди не пожелала выпускать на рынок переднеприводный Allroad. Европейские дилеры получат новинку в конце года. А в России хэтчбэк может и не появиться. Ведь обычный A1 у нас не продают уже два года. Семейство новейшего Porsche 911 в кузове 992 дебютировало в прошлом году в модификациях Carrera S и Carrera 4S, то есть задним и полным приводом. Теперь же в гамму добавлено и просто Carrera, начальный вариант. Оснащена она примерно так же, как и S-версии, да и внешних отличий найти трудно. Поэтому основная особенность – это сниженная мощность двигателя. Трёхлитровая битурбо-шестёрка оснащена менее производительными турбокомпрессорами и развивает на 65 лошадиных сил и 80 ньютон-метров меньше, чем Carrera S. В итоге базовый спорткар проигрывает треть секунды на разгоне более мощным S-версиям. А улучшить динамику на 0,2 можно, докупив пакет спортхрона. Дилеры уже принимают заказы. Начальная цена на 890 тысяч рублей ниже, чем у Carrera S.